Вы смотрите программу «Центр притяжения». Это новости Михайловского ГОКа и Железногорска, города, в котором расположен горно-обогатительный комбинат. В студии Оксаны Черных. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 марта генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев представил коллективу Михайловского ГОКа управляющего директора. На эту должность назначен Антон Григорьевич Захаров. Антон Захаров с 2010 года по 2016 работал в структуре дирекции по экономике управляющей компании «Металлоинвест», где прошел путь от главного специалиста до директора департамента контролинга. С 2016 по 2019 год занимал должность директора по управлению проектами «USM Management». В 2019 назначен директором по экономике управляющей компании «Металлоинвест». Андрей Варичев подчеркнул, что кандидатура нового руководителя комбината выбрана акционерами, исходя из его знаний, опыта и высокого профессионализма. Антон Григорьевич сегодняшнего числа вступает в должность. Все приказы и документы будут подписаны. Антон Григорьевич, вступайте в должность. Коллектив Михайловского ГОКа сильный, интересный. Наверное, один из самых целостных и гармоничных. Антон Григорьевич, с нашей стороны поддержка, полное участие, сопричастность. Сейчас на Михайловском ГОКе реализуется масштабная программа развития, нацеленная на создание новых производственных мощностей и укрепление конкурентноспособности продукции комбината на мировом рынке. Антону Захарову предстоит обеспечить достижение технологического лидерства и повышение эффективности бизнес-процессов на предприятии. Уверен, что команда Михайловского ГОКа действительно сплоченная, сильная, очень грамотная. И мы вместе сможем сделать очень многое, как с точки зрения повышения операционной эффективности, надежности оборудования, себестоимости. Все эти меры позволят Михайловскому горнообогатительному комбинату и дальше удерживать статус одного из ведущих в России и Европе предприятий по добыче и обогащению железной руды. На Михайловском ГОКе после реконструкции открыта пожарная часть номер 15. Ее расчеты гарантируют безопасность объектов не только Михайловского ГОКа, но и Железногорского района. Ремонтные работы проведены за счет средств металлоинвеста. Мария Коротченкова с подробностями. Ремонт пожарной части – пример эффективного частного государственного партнерства, когда сотрудничество в равной степени выгодно областным и муниципальным властям и бизнесу. Служебные помещения и отдых от личного состава, действительно, они сегодня соответствуют современному уровню и оснащены именно для того, чтобы личный состав, выполняя боевую задачу, возвращаясь с боевой работы, он почувствовал определенный комфорт и возможность действительно понимать, что здесь для него созданы все условия. Капитальный ремонт затронул почти полторы тысячи квадратных метров. В здании ДПО возведен гаражный бокс для четырех автомобилей с современной мойкой. Открытый глаз подготовки водителей, спортивный зал, оздоровительный комплекс, обустроены новая диспетчерская и бытовые помещения. Здание пожарной части оборудовано системой дымоудаления. Масштабная реконструкция выполнена на средства «Металлоинвеста». Компания «Металлоинвест» и «Михайловский ГОК», работники «Михайловского ГОКа» вполне отдают себе отчет, что экономить на этом нельзя. Кроме того, что мы сделали такой широкий шаг по ДПО, мы продолжаем поддержку в оснащении пожарной части. И вот в прошлом году, как пример, в июне месяце, вот сзади меня стоят автомобили, один из автомобилей, самый последний мы приобрели, обновив парк. Это будет продолжаться и дальше. Это по крупным вещам, по дыхательным аппаратам, по оснащению, по созданию бытовых условий на время отдыха, на время дежурства, конечно, будет обновляться и техника, и оборудование. На торжественном открытии руководство областного управления МЧС вручило медали ведомства директору департамента охраны труда, промбезопасности и охраны окружающей среды металлоинвеста Роману Русецкому и главному инженеру Михайловского ГОКа Александру Козубу. Благодарность областного управления МЧС за взаимодействие и оказанную помощь при строительстве пожарного депо объявили еще шести работникам предприятия. Профессионалы самых разных областей производства, от черной металлургии до космической промышленности, в Москве наградили победителей 20-го всероссийского конкурса «Инженер года». Среди его лауреатов три сотрудника компании «Металлоинвест» – Сергей Пигарев, Андрей Щаденко и Станислав Мироненко. С торжественного вручения наград Марина Некрасова. Конкурс «Инженер года» для тех, кто посвятил свою жизнь научной работе и изобретательству в масштабах страны или отдельного предприятия. Андрей Щаденко 30 лет в черной металлургии. Последние годы работает на фабрике окомкования и металлизации ОМК заместителем начальника. И сегодня получает награду как лауреат конкурса по версии «Профессиональные инженеры». На мысли инженера вся страна держится. Не на певцах, не на композиторах, а именно на инженерной мысли. Данная награда дает стимул для дальнейшей творческой работы. Смотреть далее, искать пути решения каких-либо проблем в производстве. Еще один лауреат номинации от «Металлоинвеста» – главный металлург технического управления Михайловского ГОКа Сергей Пигарев. Под его руководством разрабатывалась программа модернизации обжиговой машины на комбинате. Уже на первом этапе в 2018 году она дала прирост производства железорудных окатышей 5%. После второго этапа, который завершится в конце этого года, объем увеличится еще настолько же. По мнению молодого изобретателя, современный инженер обязан постоянно и всесторонне развиваться. Лично мой успех я вижу в том, что должно складываться саморазвитие, настойчивость и трудолюбие в своем направлении. У нас сформирован огромный кейс задач, которые приведут наше непосредственное предприятие «Металлоинвеста» в целом к повышению качества нашей выпускаемой продукции и повышению объема по производству. Конкурс «Инженер года» в нашей стране прошел уже в 20-й раз. Его лауреаты – изобретатели, конструкторы, рационализаторы из самых разных отраслей. Все те, кто совершают открытия и продвигают научно-техническую мысль, заносятся в реестр профессиональных инженеров России. Этот почетный список ежегодно пополняют и имена работников предприятий «Металлоинвеста». В компании «Металлоинвест» большое внимание уделяют повышению эффективности труда. Так, на Михайловском ГОКе в цехе, где ведется ремонт многотонного дробильного оборудования, запущен в работу манипулятор с пневмоэлектрическим гайковертом. Зачем ему нужны пневматические мускулы? И насколько новый станок упростил труд, узнал Алексей Строев. Здесь, в механо-ремонтном цехе ремонтно-механического управления, занимаются восстановлением дробильного оборудования. Сюда его доставляют с обогатительной фабрики. Механизмы поступают в уже разобранном виде. И, тем не менее, значительная часть деталей большой массы. С помощью нового манипулятора демонтаж габаритных деталей стал проще, быстрее и безопаснее. Производят работы по раскручиванию крепежных узлов при замене защитной брони. В процессе изнашивания бронь деформируется, и крепеж, наоборот, затягивается. Размер гайки идет 65-й ключ. То есть, как бы это не ключ на 10 или на 8, а 65. С такими трудностями и сопротивлением металла станок справляется на раз-два, говорят ремонтники. Электрический мотор вращает привод гайковерта, который откручивает и закручивает гайки с усилием 8800 ньютон-метров. Для сравнения, у 220-тонного Беллаза этот показатель 9200 ньютон-метров. При такой мощности работать с манипулятором комфортно и безопасно. За легкое и удобное перемещение рабочих механизмов отвечает так называемая пневматическая мускулатура. Приводы, заполненные воздухом. В управлении легко, не шума, все это тихо, все пневматически, все прекрасно. Нам легче, быстрее. В среднем полчаса разбираем комплект. Новое оборудование станет хорошим подспорьем работникам ремонтно-механического управления в своевременном выполнении производственных планов подразделения, а значит в повышении эффективности ремонтных работ. В годы Великой Отечественной войны миллионы детей и подростков, женщин и стариков заменили на заводах и фабриках своих отцов и старших братьев, ушедших на фронт. Без их самоотверженного труда Великая Победа в мае 45-го была бы невозможна. В преддверии 75-й годовщины юбилейные медали получили пенсионеры Михайловского ГОКа, которые в военные лихолетия приближали победу нашего народа в тылу. Иван Алисов встретил войну 10-летним мальчишкой. Вместе с мамой и младшими братьями в 20-ти лишнем года прожил в оккупации в родной деревне под обаянью. Став старше, понял, уцелел чудом. Их дом немцы выбрали для постоя. Уросыпь спали немцы. Пушки две стояло во дворе. Колонна шла немцев, обоз шел. И вот наши начальцы миномета бить. Но в хату не попали. После отступления фашистов селяне и старый млад работали в колхозе на полях. О трудностях не думали. Жили мыслью все для фронта, все для победы. У Ивана Андреевича воевали отец и старший брат. Тяжело было. По гектару скашивал. Подросток где-то лет 11 было, может 12 уже. Ищмень косил, рожь косил. Да приходилось очень тяжело. На корове боронил. В 1972-м Иван Алисов пришел на Михайловский ГОК. Работал взрывником, начальником смены. Эти без малого три десятка лет считают одними из самых счастливых в своей жизни. Искренние слова благодарности и уважения к самоотверженному труду и пережитым незгодам в адрес ветеранов горняков в этот день звучали не единожды. Благодаря вам, благодаря вашему труду и не только в период войны, но и в послевоенное время, потому что были очень тяжелые времена, когда собирали коласки, когда надо было выживать. Но тем не менее и рождаемость была, тем не менее радовались жизни. И вы до сих пор, даже будучи в достаточно почтенном возрасте, у вас активная жизненная позиция. Поэтому огромное вам спасибо. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы мы начинаем рубрику, в которой работники Михайловского ГОКа будут рассказывать о своих дедах и прадедах, прошедших суровыми фронтовыми дорогами. Наш дед, Аленкин Антон Федорович, принимал участие сначала в боевых действиях в Финляндии, а затем от первого до последнего дня на фронтах Великой Отечественной войны. Потом освобождали Польшу, Восточную Пруссию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. Обеспечивая непрерывную телефонную связь, в одной из операций дедушка получил контузию. И домой из госпиталя вернулся только в октябре 45-го. А дома, в деревне Пустынь Пензенской области, свою трудную долю работы в колхозе, помощи фронту, несла его жена Федосия Александровна. В одиночку она не только вела домашнее хозяйство и растила детей, но и дала кров беженке из Ленинграда. Для нас, детей, внуков, правнуков, а теперь уже и праправнуков, подвиг наших родных, Антона и Федосии Аленкиных, их жизнь – это пример настоящей любви к родине. 15 молодых учителей Железногорска и района и столько же школьников получили премии от «Металл Инвеста». Традиционно они вручаются компании талантливым педагогам, чей стаж работы не превышает 5 лет, и ученикам, добившимся успехов в освоении основных дисциплин и творчестве. Какие чувства испытывали педагоги и на что потратят премиальные юные железногорцы, узнавала наша съемочная группа. Надежда Белова – преподаватель начальных классов. Вуз она окончила в прошлом году и была очень рада, что в Басовской общеобразовательной школе Железногорского района ей доверили самых маленьких учеников первоклассников. Премию «Металл Инвеста» на самом старте педагогической карьеры называют стимулом для развития. «Мне очень понравилось, что уделили большое внимание молодым учителям. Спасибо большое за это Михайловскому ГОКу «Металл Инвеста». Традиционно среди молодых педагогов, которые получают премии от компании «Металл Инвест», не только преподаватели школ, но и учреждений дополнительного образования. «Михайловский ГОК достойно и системно оправдывает высокое звание градообразующего предприятия – компания «Металл Инвест». Наиболее нуждаются, конечно, в поддержке молодые педагоги. И спасибо вам, спасибо всему горнятскому коллективу за поддержку и такую важную помощь». Заслуженные награды в этот день получили и талантливые школьники. Несмотря на юный возраст, они всерьез задумываются о своем будущем. Не просто получают отличные оценки в школе, еще учат языки, занимаются в технических кружках и спортивных секциях. «Понимать, что твои достижения были оценены мировыми лидерами производства – это, конечно же, большая честь. Это огромная честь для меня». «А что ты с этой стипендией сделаешь?» «На самом деле я еще не решила, но я, скорее всего, буду копить ее. И я буду ждать того момента, когда я смогу инвестировать ее в какое-либо дело». Поддержка начинающих педагогов и одаренных школьников – часть масштабной работы «Металлоинвеста» по развитию сферы образования в регионах присутствия. На этом наша программа завершена. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова